Приветствуем вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает, ведет этот выпуск, ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Тема такая интересная, что как бы сейчас очень много информации. Это есть и журналы, это есть интернет, это есть книги. И вот информации очень много, а честь правильную информацию, неправильную, не всегда верно. И мы, насмотревшись, наслушившись этой информации, начинаем применять в своем саду и делаем какие-то определенные ошибки. Вот об этих ошибках, об этих, которые, чтобы не допустить при своем выращивании растений, я постараюсь вам рассказать. Ну, первая тема наша будет посвящена ошибкам, которые мы делаем садоводственно. Ну, любое садоводство, как вы знаете, когда мы собираемся садить, мы покупаем саженцы. Можем, конечно, вырастить сам. Если у вас есть опыт, саженцы можете вырастить сами. Но, покупая саженцы, мы делаем самую-самую большую ошибку. Во-первых, яблоня, груша или любое другое плодовое растение, это не гурцы, которые уже на следующий год себя покажут, и вы будете знать, что это точно то, что вы хотели. Поэтому, самое главное, что идете вы на рынок покупать саженцы, то ли в садовый центр, обязательно берите с собой блокнотик. Потому что не на всех горшках, не на всех саженцах может быть написано название сорта. А если вы превратаете саженцы с открытой корневой системой, как это часто все бывает на рынках, вы превратаете разные породы. Вы потом можете просто запутаться. А взяв блокнот, вы записываете, что вы купили, какую яблоню, какой сорт. И по возможности постараетесь узнать, в каком питомнике. Почему? Потому что проходит 5-6 лет, пока дерево можно заплодить, а то и больше. А вы уже не знаете, у кого вы покупали. И не можете предъявить какие-то претензии. А если вы будете тошно уверены, что вы покупали такой-то сорт, такую-то культуру товарища, вы сможете предъявить претензии. Ну, вдобавок, такая вот настойчивость, как бы, при покупке саженцев. Попросите, чтобы саженцы еще заодно и пометили. Пометили название сорта на вашем саженце. Никто, обычно, с продавцов в этом не отказывает. А вот такая настойчивость поможет вам избежать ошибок. Почему ошибок? Потому что, если увидят, что вы новичок, что вы, как бы, ну, не очень-то разбирать о саженцах, значит, вам вместо груши могут подопкнуть асину или вербу. Вместо грецкого ореха могут посадить дома ясень и потом ждать с него долго-долго орехов. Что еще и внуки не дождутся, потому что это растение не дает орехов. Вместо шикарной глицинии вас вывертся самый обыкновенный, банальный березклет. А видя, что вы ходите с блокнотиком, записываете и просите все подписать, знаете, уже нечестные на руку продавцы не будут испытывать вас. Ну, дальше, следующая ошибка. Хорошо, когда саженцы продаются в садовое в горшках. Наша корневая система защищена, и они хорошо приносит транспортировку. Но часто приходится видеть, что покупают люди саженцы, корни не обворачивают полиэтиленовым пакетом, идут и машут этим саженцем, как каким-то веником. А смысл? Что основные корни у саженца остаются, но работают у саженца мелкие корни, маленькие, которые там и полсантиметра, а то и меньше длины. И вот эти корни на ветре, на солнце, очень быстро обсыхают. И, соответственно, они питают дерево, и дерево потом будет такое подсушное проживаться очень долго. Дальше, по этой же причине, что эти корни могут подсыхать, значит, обязательно любой саженец, какой бы свежий вы его не купили, и свежий, и корни свежие, обязательно перед посадкой подержите в воде. Теплую воду наливаем в ведро, и держим полчаса, час. Очень полезно в эту воду будут добавить также корнеобразователи, это может быть корневин или гетероуксин, можно добавить микоризу, ну и даже вода сама по себе является очень хорошим стимулятором. Поэтому даже если ничего не добавили, знаете, в замачивании саженца перед посадкой это повышает шансы. Вот пока наш саженец будет там напитываться влагой, восстанавливает свой тургор, мы будем готовить яму. Яму готовится, ну как рекомендаций очень хватает, как готовить посадочную яму. Глубина 60-80 для яблони, груши, 50-70 для вишней сливы, ну там чуть поменьше для смородины, смысл не в этом. Когда делается яма, у нас допускается очень-очень много ошибок. Причем эти ошибки тиражируются из одного ролика в другой, вот и как бы, ну не осмысливаются. Нету логического, логического просто самокритичности, просто критично проверить, самокритично проверить эти рекомендации. Ну начнем с того, чтобы выкопали яму. И вот есть такие рекомендации, что берите на дно ямы, если у вас пешка на почва, уложите слой глины, сдобранный пирогноем. А вот делать это категорически нельзя. Почему нельзя делать это? Потому что этот слой глины не будет давать подниматься грунтовым водам. И если лето засушливое, и вы еще не польете растения, они просто-напросто будут высыхать. Дальше по этой же причине, значит необходимо обязательно бока, бока ямы. Мы яму когда выкопали, у нас получается как бы цветочный горшок. Эти стороны очень ровные, гладкие. Мы надо эти бока, лопаты, хотя бы провести линии, сверху вниз, сверху вниз. То есть, чтобы у нас разбить этот монолит. Чтобы нам поступал воздух туда и поступала влага. Вот это наша посадочная яма. Следующая ошибка, что в яму некоторые ложат большой слой навоза. Навоза ложат, дайшел добавок соломистого навоза. В смысле, что вот будет дерево хорошо, мы там положим, оно будет питанием на долгие-долгие годы. Делать, опять же, это категорически нельзя. Почему? Любая органика, любой навоз для своего разложения, для того, чтобы прошли процессы его разложения, требует много влаги. И вот такой навоз, который, если положен, свежий навоз на дно посадочной ямы, он будет высушивать. Он будет высушивать, тянуть влагу и со сторон, и сверху от саженца. И наш саженец будет просто-напросто сгорать, высыхать на этом слое навоза. Это мы заметим, например, на гурцах. Мы вас заметим на гурцах, они как бы быстро вянут. А дерево, это не так быстро занятно. Проходит неделя, вторая, а потом уже дерево настолько высыхает, что уже принять меры очень поздно. Таким образом, посадив на большой слое навоза, мы высушиваем дерево, уничтожаем купленный нами саженец. Также, дальше, что рекомендуется, если вы так внимательно смотрите передачи, смотрите, выкопали яму, и говорят, верхний слой почвы, мы обязательно засыпаем на дно посадочной ямы. А это, вы же знаете, сейчас уже экологически грамотно, что наша почва, это слоеный пирог. И в каждом слое развиваются свои микроорганизмы. До 15 сантиметров глубины одни, до 25 сантиметров другие, на 50 сантиметров третьи, а уже ниже 50 сантиметров развиваются, которые не требуют кислорода, которые, и процессы идут совершенно-совершенно разные. А мы заворачиваем, значит, на дно пирогной. Значит, мы уже его просто хороним. Мы его хороним, и этот пирогной наш будет подвергаться совсем другим процессам. Он пирогной создается в верхних слоях почвы, или вообще наверху почвы, если мы компостной кучей его делаем. А тут мы заворачиваем на землю. Значит, начинают там работать плесневые грибки. А плесневые грибки что вырабатывают? Антибиотики. А антибиотики, поверьте, что они убивают не только микроорганизмы, они вредны для живого растения. И наши яблии начинают шахнуть. И мы не понимаем, что вроде бы сделали все правильно, посадили яблоню правильно, а наши яблоняя шахнет. А именно то, что мы завернули на землю материалы, которые не должны заворачивать. А вы скажете, ну вот что, товарищ Ломонос, можно тогда, чем заполнить же яму? А яму заполнять можно посадочную, теми материалами, которые в природе создались без доступа к кислороду. Что это? Это глина, это песок, это сапропель, это торф, это мел, доломитка, это может быть битый красный кирпич, камни, также такие материалы, как вермикулит и перлит. Сочетая вот эти самые, эти компоненты, мы заполняем нижний слой. Поверьте, что растения будут расти гораздо, 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 гораздо лучше. Перемешали, положили, а уже верхний слой мы будем заполнять плодородным слоем почвы. Заполним плодородным, и у нас на растение будет расти очень-очень хорошо. Еще, как бы, вот я ставил опыты, копать ямы или не копать ямы. На пешчаных почвах не всегда можно, ну, если у вас есть возможность регулярно подкармливать и поливать растения, посадочные ямы такой глубины можно не копать. Я просто высаживал в обычную ямку 30 сантиметров саженцы. Поверьте, что при регулярном уходе они развивались ничуть-ничуть не хуже тех, которые посажены, были такие большие-большие ямы. Когда высаживаем саженцы, многие опять допускают большую ошибку. Все привитые саженцы имеют такую особенность. Прививка всегда делается с северной стороны. И если мы эту, ну, садим саженец без соблюдения по сторонам света, мы получаем какой результат? правильный саженец должен посажен так. Прививка с северной стороны, значит, пеньком садим к югу. Если мы садим лишь бы как, как попало, у нас, значит, пенек не зарастает и может произойти просто-напросто, когда начнется плодоношение, у нас этот пенек живой, это, во-первых, попадает инфекция в ствол нашего саженца, и, во-вторых, насаженец начинает отламываться, когда пора, начинается пора уже более-менее обильного плодоношения. Так что смотрите обязательно. Пенек к югу, прививка к северу. Дальше ошибка следующая. Ну, по вечерней посадке все понятно, мы подержали в воде, посадили. Саженцы начинают осенью, например, продавать. Осенью саженцы продают еще зелеными листьями. Этих листьев на саженце быть не должно. Если вы высаживаете саженцы осенью, значит, обязательно, обязательно поудаляйте листья. Удалили все листья, этим вы повышите проживаемость вашего саженца. Так же знайте, что не все культуры привитые, а так же некоторые ягодники не приносят заглубления корневой системы. В частности, все привитые культуры садят так, чтобы корневая шейка была на сантиметрах 4 выше земли. Когда земля начинает оседать, она получается, втягивает саженец вниз, получается нормально. К заглублению корневой шейки очень болезненно относятся малина, ежевика и садовая жимолость. Эти культуры не заглубляйте, иначе они у вас не дадут хорошего урожая, а будут все время бороться за жизнь. Какая еще ошибка многих? Идут наши дашники. Дашников сейчас много, участков много, вот идет, лежит какой-то куст выброшенный, какой-то саженец выброшенный, берут, поднимают этот куст, этот саженец и берут, тянут себе в огород, садят, поливают, поверьте, никто хорошего не выбрасывает растение или больное, или дает слабый урожай. Вы просто засораете свой огород и заносите в свой огород, можете столько инфекций занести, таких вредителей незнакомых, что потом будете долго с тоской вспоминать, что зачем подбирали этот саженец. Покупать саженцы надо в питомниках. Ну и еще есть некоторые такие рассуждения, как бы ошибки наших садоводов. Часто приходится слышать, если вы выращиваете абрикос или грецкий орех из семян, значит его надо три раза пересаживать, для того, чтобы иметь крупные плоды. А вот это в корне неверно, вытравмировать растение. Откуда появилось такое суждение? Некоторые даже рекомендуют бетонировать почву под ними, ложить слой железа, а все дело в том, что в этих растениях природой заложен длинный центральный корень. Он идет очень-очень глубоко, но для садоводства как бы практическое значение он имеет где? В лесу, если растет, чтобы устойчивость растения была, а для садоводства надо, чтобы корни были более развиты в верхней части. Развиты в верхней части, значит эти корни будут дать больше питательных веществ, и соответственно будет больше плоды. А делается очень просто. Купили такой саженец, секатором на одну треть отрезали корень и посадили по всем правилам. Саженец будет расти прекрасно. Еще дальше есть такая ошибка садоводов, которая по весне особенно, или ближе к весне, тоже можно часто услышать, отаптывать снег возле плодовых деревьев, чтобы мыши, зайцы не добрались до ствола дерева и не погрызли его. Делать этого категорически нельзя так же. Этот совет близок и к тому, чтобы для того, чтобы ваши абрикосы или сливы алыча, которые сутра не попали под заморозки, набрасывать под деревья больше снега. Почему нельзя так делать? Расскажу. Потому что набросал много снега под дерево, значит, вы заслуживаете почву. Вы заслуживаете почву, почва дольше не расстает. Воздух всегда сами знаете. Почва весной холодная, воздух теплый. И наши почки начинают распускаться, независимо от того, что лежит там снег, не лежит там снег. Почки начинают распускаться. Сильно вы не задерживаете. Но корни, которые должны дать питание этим почкам, они уже не работают. А раз не работают эти корни, не дают питание, получатся дисбаланс. И наши растения может даже после такой процедуры не только распуститься не позже, могут вообще не распуститься, вообще погибнуть. Чем больше слой снега, тем больше будет гибель дерева, быстрее. Дальше тоже есть рекомендации, что от грызунов промазывают стволы солидолом, различными жирами, маслом, маслами различными. А вот это тоже категорически делать нельзя. Почему? Потому что все солидолы, масла мы закупорываем. Мы как бы дерево закупорываем закупорываем дерево, корень нечем дышать, и оно постепенно будет отмирать. Но самый лучший способ зашить грызуну был придуман нашими предками. Они деревья обвязывали еловыми лапками. Сейчас же еловые лапки не сюда доступны, уже лесхозы смотрят за этим материалом, поэтому можно обойтись гораздо проще. Капроновым чулком обмотать ствол дерева, или взять мешки даже сеткой овощной сеткой, которые такие овощи продаются на рынках, обмотать ствол дерева, вы зажите его от грызунов, соответственно дерево будет комфортно, оно будет дышать, воздух будет ходить, и ваше дерево прекрасно останется. Так что старайтесь не допускать таких ошибок, смотрите наш YouTube канал, мы еще расскажем о других ошибках, которые делаются садоводы, которые в общем работа, которые не надо делать, которые только идут на вред дереву. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова